Вы даже не думайте, что мы тут кого-то провоцируем. Если мы с ними там воюем по поводу беженцев, это не значит, что их с Сомали привез. Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут. И то, что я предупреждал Запад, раньше летали на самолёты, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки, вот за прошлую неделю, по их данным, заявляют о том, что до 200 человек за неделю только перешло на ту сторону. Польша, Литва, Латвия. В основном Польша. Поэтому надо решать в корне вопрос. Там решать. Там, где их сожгли, убили родственников, разорили их страны. Не решим ту проблему. Всё время будут люди тянуться сюда. И они идут не только через Беларусь. И не только по тем каналам, которые вы знаете, там Средиземное море. Они идут и по северу через Россию, Финляндию туда и так далее. Они идут и через Украину. Но выбрали Беларусь, чтобы в средствах массовой информации показать. И вот эти провокации будут постоянно. Совсем недавно вы, наверное, опять же слышали, это стрельба по нашим государственным знакам на границах, другие провокации. Ну, казалось бы, мелкие, но я вам как пограничник скажу. И вчера генерал Лапо об этом вам говорил, что всё начинается вот с этих мелочей. Постепенно эскалация идёт. Свернули всякое сотрудничество с нами. Они всегда на коленях просили нас, давайте договоры о реадмиссии заключим. То есть, если туда прибежали от нас, мы должны их забрать. Ну, мы долго думали, но нам надо было договориться с Россией и другими. Договорились. Они пообещали построить для этого жильё этим людям, беженцам, лагеря. Всё бросили, перестали финансировать, свернули всякую работу с нами по пограничным вопросам. Ну, так пожалуйста. Поэтому я к чему вам говорю об этом, чтобы вы понимали мою позицию. Что касается сегодня гвалт. Учения, учения, учения. Единственное, чтобы понимали, совпали эти учения с формированием на юге некоего контингента белорусских вооружённых сил. Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками. И оттуда в основном идёт, вот из сотни каких-то случаев мы задержали оружие. Только один случай был, через Россию оружие поставили. То, что мы задержали. А всё оружие и боеприпасы шли с Украины. И это доказано. И задержаны люди. И они признались. Где покупали, где брали, кто их финансировал, кто оснащал оружием, они шли, несли сюда взрывчатку. Хорошо, мы задержали мерзавцев этих. А если бы, нет. Поэтому с Украиной, к сожалению, большому сожалению, нам непросто. И нам надо в ускоренном таким вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной. Огромная протяжённость. И вот эта вся работа наша, которую мы запланировали давно, она совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным ещё в прошлом году на юге провести. Это нам надо, а не России. Вот в результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить. Я был лунинцей, это супер-аэродром военный, оставшийся от Советского Союза. Мы не развалили вот эти инфраструктуру и объекты, и она сегодня востребована. И потом, ну, кому какое дело, с кем и когда, и где мы, мы что, незаконно проводим эти учения? Мы проводим их. И это демонстрация нашей силы, если хотите. Они должны видеть, что мы не одни. И мы будем защищаться, если нам это нужно. В общем, об этом я уже сказал на этом аэродроме. Ещё раз подчёркиваю, не думайте, что мы нагнетаем обстановку, что нам нужна эта война. Да не нужна она нам. Но если случится, мы должны быть готовы ко всему. И наши военные. Субтитры создавал DimaTorzok